здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я ведь сегодня мы вяжем на и простейший жилет тунику не знаю накидку как хотите его так и назовите опять у меня квадрат и прямоугольник вязала я из вот этого из мохера ссылка под видео 50 граммов 139 метров это не принципиально девчонки я вам покажу принцип вы можете изменить и вязку изменить пряжу изменить размер все я говорю в течение видео я у меня вот такой вот размер как бы я считаю он универсальный вот такая вот оверсайз туника вот не так у меня ушло 500 граммов всего 10 мотков по 50 граммов вязала я девчонки сейчас покажу быстро узор узор да если будете менять узор должен быть вот мои детали если будете менять узор то он должен быть у вас двухсторонним я набираю произвольное количество петель потому что этот узор по сути неважно в принципе кратное двум число петель потому что лицевая изнаночная но это в общем даже и не важно это английская резинка но она в народе называлась 20 лет назад пышной резинкой потому что она кажется не с накидом и просто на ряд ниже так первый ряд резинка один на один одна лицевая 1 изнаночная я это показывает для новичку кто знает промотайте если вам нужна сама суть так второй ряд тоже резинка один на один но на лицевая петля на ряд ниже изнаночную провязываем изнаночной лицевую не классическим способом как обычно а на одну петлю ниже так вот если меняете узор обязательно смотрите чтобы он был двухсторонним если вяжите крючком аналогичная ситуация и чтобы он был более-менее эластичным потому что если полотно будет твердым она не будет принимать нужную форму вот вот это и есть наш узор еще один ряд вам покажу то же самое теперь вы так и вяжите просто вы лицевую вяжите на одну петлю ниже и все по итогу у нас получается как английская резинка но она все равно чуть-чуть отличается она больше держится в кучке я не знаю чем это связано с чем это связано но это действительно так она вот эта пышная резинка немного отличается от английской резинки вот то есть таким образом вы вяжете все полотно вот смотрите все я все полотно вязала лицевую петлю на петлю мира и все и больше ничего не делала так теперь разберемся с набором петель мы вяжем прямоугольник и квадрат петли вот набираем мы снизу и в одной и второй детали 120 петель я набирала на спицы три с половиной 120 петель это у меня 60 сантиметров и здесь 120 петель 60 сантиметров вот эту часть мы вяжем 60 сантиметров в высоту здесь даже как бы даже и ряды я не считала я просто вязала внизу высоту определенное количество сантиметров то есть нужное количество сантиметров здесь у меня один нет на разрез у меня здесь уходит пять сантиметров сейчас 100 сантиметров и теперь визуально я вам объясняю пять сантиметров у меня уходит на разрез далее 35 сантиметров у меня уходит наверх здесь у меня 35 сантиметров 35 сантиметров здесь 60 сантиметров да вот это есть как бы наше полотно вот 60 ложится сюда а вот эта часть у нас складывается на воротник здесь остается вот эти пять сантиметров которые у нас на заднюю сзади у нас длиннее спинка чем вперед и разрезы еще у нас здесь будут которые вы можете при желании вставить молнию при желании не делать собственно говоря у нас есть вот такие вот две детали я просто не хочу показывать на большой детали но потому что просто будет непонятно очень вот эта маленькая деталь она размещается вот так вот поверх 2 здесь у нас задняя часть которая длиннее на 5 сантиметров не обязательно на 5 вы можете ее удлинить больше вы можете это все дело расширить теперь мы берем нижнюю часть вот так вот этот квадрат мы кладем на прямоугольник учитывая наш разрез вот здесь вот должно быть 35 сантиметров и эти 35 сантиметров вот вот этот запах мы вот так вот складываем в нахлёст и пришиваем к этой вот детали вот от момента сгиба и до момента сгиба вот здесь вот мы ее пришиваем за вот эту часть задняя остается не пришитой вот сейчас вот пришиваем я сейчас вам прям покажу так вот мы берем от угла вот здесь вот где у нас сгиб и пришиваем так как у нас двухсторонняя вязка нам по сути без разницы с какой стороны здесь у нас будет 10 сантиметровый зазор желательно здесь вы искалите булавками или наметайте посмотрите вот оно видите так вот таким вот образом она у нас должна сюда прикрепиться видите здесь у нас будут отверстия на рукава здесь будет разрез вот видите девчонки вот он мой шов по сути то что я вам пока только вот так вот расположена вот так вот он выглядит и вот эта вот часть у нас запах этот у нас уйдет на воротник вот он если смотреть на образец дети вот мы его вывернем и он у нас будет как бы вот такой вот это понятное дело что здесь она все корявонько теперь мы возвращаемся на изнаночную сторону что мы будем теперь делать теперь нам нужно да если смотреть на эту схему вот она мы сейчас вот он наш здесь квадрат нам нужно отметить вот здесь вот расстояние на разрез это важно ваше усмотрение и вот здесь вот нам нужно отметить отверстие на рукав на рукав я бы оставила вот так вот 20 сантиметров и на разрез тоже 20 сантиметров вот давайте я бы давайте посмотрим с вами 20 20 и 20 отлично вот так вот на этом и порешим что здесь у нас по 20 сантиметров понятное дело вы можете вот эту вот точки эти двигать на уменьшение рукава на уменьшение разреза то есть куда угодно это уже на ваше усмотрение у меня здесь 20 20 и 20 20 от передней вот вот здесь вот здесь задняя у нас плюс плюс 5 то есть 25 и сшиваем мы вот эту вот среднюю часть 20 сантиметров с обеих сторон здесь вот тоже мы не сшиваем сшивать вы соответственно можете давайте я уже здесь не буду показывать понятно что вот мне надо сшить и здесь нужно сшить я уже буду здесь находиться вот видите моя боковушка я отмеряю 20 сантиметров от верха и начинаю вот здесь вот шить сшивать можно крючком иглой как угодно любым удобным для вас способом край я не обвязываю никак не обрабатываю вот такой вот он у нас и остается здесь вы просто уже сшиваете как вам удобнее просто и на 20 сантиметров что хочу обратить внимание при этой вязке крайки получается немного таким вот растянутым поэтому я буду немного маленько здесь как бы подтягивать вот так вот стягивать это все дело вот теперь я сошли 20 сантиметров и другой стороны точно так вот она готовая туника девчонки отверстие на рукав видите рукав получается спущенным вот он наш разрез так ну и сейчас я вам покажу на себе как она выглядит сидит отлично девчонки так что вот правда сидит шикарно эта вещь очень удобная свободная такая свободная уютная вещица я понимаю что это не очень во время зима заканчивается пусть будет можно летний вариант ажурный связать я так думаем вот главное сам принцип все девчонки на сегодня все с вами было новикой школа рукоделия всем пока пока и и и и и и и и и